Здравствуйте дамы и господа. Получилось так, что обзор на Nikon Z7 записывался в два приема. Так что вы сейчас смотрите уточненный и дополненный обзор и не удивляйтесь небольшой смене обстановки в видео, которая будет иногда происходить. Да, это Nikon Z7 и у меня с ним знакомство с момента его презентации. Но вот только сейчас, зимой, выдалось несколько дней поснимать на этот аппарат. Скажу прямо, когда я с ним только познакомился на презентации, подумалось, что камера конечно сделана качественно. Но я ее никогда не куплю и я не хотел бы иметь такую. И этому было полным-полно причин. Давайте разберемся, что это за причины такие. Скажу прямо, когда я вижу совершенно новую камеру, у меня к ней вполне закономерные и ожидаемые отношения. Этакая смесь нисходительности и полнейшего недоверия. Но здесь в линейке из двух камер Nikon Z7 и Z6 мне сразу же понравилась одна немаловажная деталь. Это наконец-таки байонет, внутренний диаметр которого заметно больше матрицы Full Frame, которая здесь не просто стоит, но и двигается. В камере пятиосевой стабилизатор на матрице, а значит места нужно еще больше. Да, тут матрица Full Frame на 45 Мп с технологией обратной засветки BCI. Вначале единственное, что мне понравилось так это то, что корпус настолько маленький, что кольцо байонета даже выше корпуса, плюс один из первых зумообъективов в системе 24-70 при постоянном отверстии f4 очень маленький. Он реально очень маленький для своего класса, достаточно вспомнить такой же на зеркальную систему Nikon. А здесь камера с такой оптикой, кстати пылевлагозащищенной, помещается на ладонь. Если говорить об этой камере как о системе, то это получается самая маленькая Full Frame система на сегодня из всех существующих. Есть конечно Sony RX1, но это не системная камера. Мы говорим о камерах со сменной оптикой. Кроме того, второй момент, который сразу же мне понравился, Nikon использовал здесь взрослую батарею. Давайте посмотрим для особо въедливых товарищей. С камерами Z7 и Z6 идет батарея EN-EL15B. Отличие этой батареи в том, что она поддерживает заряжание через кабель USB внутри камеры. Все камеры Nikon одинаково работают на обеих версиях этой батареи. Есть информация, что 15B меньше разогревается при пиковых нагрузках, но с батареей 15A в камере Z7 я не обнаружил никаких разогревов. Так что основное отличие будем считать, это зарядка от того же самого повербанка, что конечно очень удобно. Кто снимает на беззеркальные системы на сегодня, согласится, что это хороший ход с большой батареей. Да, Nikon Z7 тестировался параллельно с Nikon D850 и у Z7 конечно потребление электроэнергии выше, так как тут постоянно работающий монитор или видоискатель. Но давайте пройдемся по ее техническим параметрам, которые я с вашего позволения прокомментирую. Комментирую. 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 Итак, комментарии к только что увиденным или не увиденным цифрам. Байонет Nikon Z, специально созданный под новую систему. Это самый большой фулл фрейм байонет, настолько большой, что он возвышается над линией корпуса камеры. Отвертие больше, чем у зеркального байонета Nikon. Это не блажь и не излишество, и тем более не маркетинг. Это, наверное, одно из самых здравых технических решений за все последнее время. Если уж перешли на новый байонет, так давайте сделаем его нормальным. А что значит нормальным? Это когда матрица в камере стабилизирована в пяти осях, и чтобы она при этом не выскакивала за пределы круга байонета, или байонет не ограничивал стабилизацию. Вторая более важная причина – при таком диаметре байонета уже по краю возможны перпендикулярные матрицы падения лучей. А это сильно повышает не только четкость контуров и точность цветопередач по краю, но и позволяет ощутимо поднять качество картинки при прочих равных. И, как и заявлял Nikon, появилась возможность разработки и использования не просто новых оптических схем. На презентации было заявлено о внедрении новых технологий. Так что ждем обещанную оптику на плоских линзах Фринеля и прочие чудеса. Ну а пока на день выхода видео уже доступно в продаже или по предзаказу пять объективов к вышедшим с камерами 24-70 f4 и 35 мм 1.8 и 50 мм 1.8. Давайте посмотрим. Добавились два объектива. Более светосильный 24-70 f2.8 и мой любимый класс широкоугольный зум 14-30 f4. По ним я пока ничего не могу сказать, кроме того, что в них полно самых интересных линз. А 24-70 имеет два мотора фокусировки для максимальной скорости и бесшумности. Ну и то, что их размеры укладываются в 9 см по диаметру и 13 см по длине. Эти объективы меньше, чем аналоги у прямых конкурентов и тем более меньше, чем у зеркальных фулл фреймов. До конца года Nikon анонсировал еще три объектива, которые поступят в продажу в 2019 году и шесть объективов на 2020 год. Если их качество будет сопоставимым с первыми тремя объективами, которые мы уже протестировали, то можно начинать говорить о новой восходящей звезде среди беззеркалок. Вот показанная Nikon дорожная карта. Она означает, что Nikonу надо сравняться по скорости выпуска хорошей оптики не с кем-нибудь, а с Fujifilm. А это пока никому не удавалось сделать. Если это все-таки произойдет и Nikon выдержит такой темп, он может захватить большую часть фоторынка. Хотя и то, что уже есть весьма неожиданно. Да, у Nikon долгое время была беззеркальная система с матрицей в 1 дюйм, где и были обкатаны многие решения. Но камеры Z7 и Z6 ощущаются так, будто это какое-нибудь пятое поколение, а не только что вышедшая система. Иными словами, Bayonet просто металлическое колечко, а повлекло за собой множество положительных моментов. Очень интересно, что переходник на зеркальную оптику работает чуть ли не лучше, чем у всех остальных конкурентов. Например, до тестов этого переходника я ругал всякие переходники, на чем свет стоит. Теперь можно сказать, да, имея переходник и зеркальную оптику Nikon, вы не ощутите никакой разницы, которую только может заметить человек. Там тысячные доли секунды в разнице фокусировки. И в связи с этим можно сказать, что на Nikon сделали почти чудо. Матрица имеет 45,7 Мп, как у Nikon D850. Но матрица это другой архитектуры, то есть это совершенно другая матрица. Она имеет технологию обратной подсветки BCI и 493 точки фазовой фокусировки по всей матрице. И как говорится, вы нам писали, отвечаем. Я часто говорю, что снимаю по одной точке автофокуса. Но я очень радуюсь, когда точек фокусировки много. И тут нет никакого противоречия. Наверное, половина зрителей и так поняла почему. Ну а для второй половины я нарисовал вот такую схему. Nikon Z7 Full Frame аппарат и у него малая глубина резкости. Когда-то существовал способ при съемке портрета навестись по центральной точке, удерживать фокусировку, скадрировать аппарат по новой и нажать на спуск до конца. И было много фотобрака. Мало кто понимал, чем делал, народ негодовал. При пейзажной или архитектурной съемке проблем не было. Но в студии и при съемке портретов возникал фронтфокус. Фотографы ходили юстировать свои камеры по поводу фронтфокуса, а напрасно. Давайте посмотрим. Это касается, конечно, не только Z7, это касается вообще всех камер с автофокусом. Итак, вы навелись, зажали фокус и сместили камеру. Даже если она стоит на штативе, хорошо видно, что красная линия резкости сменила положение, а расстояние по гипотенузе воображаемого треугольника стало больше. Без внесения поправок камера сфокусирована перед объектом. Здесь нужно сместить точку фокуса. Но точка фокуса не перемещается по матрице, она неподвижно там может быть только закреплена. Необходимо переключиться на другую, тогда всё становится очень даже неплохо. То есть понятно, почему точек должно быть больше одной и они должны быть разбросаны по матрице. Чем шире, тем лучше. Но есть и другие проблемы, вызванные малым количеством датчиков. Если вы снимаете в студии, при вспышках или просто в тёмных условиях, одна точка не всегда натыкается на сколь-нибудь контрастный объект. Фазовому датчику необходима для работы хоть какая-то контрастная точка на объекте. В плохих условиях ему просто не на чем сфокусироваться. А если кожа или гладкая одежда, то кто снимал знает. Бывают такие раздражающие задержки. Если у вас 21 точка автофокуса, вы можете включить фокус по зоне минимум из 9 точек. Это повышает ваши шансы сразу упереться в контрастный объект одной из точек автофокуса. И автофокус сработает моментально. И это будет большое пятно. Камера будет часто фокусироваться не там или вообще за пределами модели. Исправить ситуацию можно, разместив в рабочей зоне матрицы как можно больше датчиков. Фокусировки, чтобы блок 3х3 точки занимал как можно меньше места относительно кадра. В этом случае у вас получается как бы одна супер точка небольшого размера. И шуровать камерой пока она найдет подходящий объект уже не нужно почти никогда. Второй момент и очень важные определения и отслеживания лиц. Не просто лиц, а ближнего глаза. В данном случае, если фазовых детекторов достаточно, то отслеживание точно и гладко. Если точки не на матрице и или их меньше 100, то отслеживание заданных объектов лиц и тем более глаз невозможно, даже если это заявлено производителем. Так что 493 фазовых датчика на матрице не маркетинг, а специально сделано для вас. Наслаждайтесь. Сравнивая Z7 с зеркальным флагманом Nikon D850 можно отметить также более мощный процессор, который во-первых успевает лучше обрабатывать сигнал с матрицы, второе это беззеркалка. Для работы ее монитора и видоискателя постоянно требуются более высокие мощности. И тут они есть. Никон Z7 является беззеркальным системником с самым высоким разрешением, который продается на данный момент. Больше на 1 Мп заявлено только у Panasonic DC-S1R, который ждем в середине весны. Если брать больше, то из всех ныне существующих фулл фреймов только у Canon 5DS, 5DSR больше Мп 50. И это все. Зачем такая мегапиксельность, сразу ответят те, кто снимает для стоков рекламные фото и художественные проекты под печать больших размеров. Учитывая, что эта камера может работать как с механическим, так и с гибридным и чисто электронным затвором, то для плотной ежедневной работы, если вы создаете профессиональный продукт с высоким разрешением, камера очень хороша. Карта памяти XQD Стандарт XQD разработан совместно с SanDisk, Sony и Nikon и прошел официальную сертификацию в 2011 году. Карта этого стандарта крупнее, чем стандарт SD, особенно в толщину, и имеет лучшую физическую защиту. И уже на сегодня есть карты вдвое в четверо лучше как по объему, так и по скорости записи считывания, чем у формата SD, даже UHS-2, который приближается к своим границам, за которыми начинается падение надежности. К тому же карты SD формата можно довольно легко повредить, вставляя их в тугой слот. Поэтому очень похоже, что скоро именно XQD станет самым популярным форматом, так как ее размеры вполне допустимы для любого устройства, а надежность заявляется в 4 раза более высокая, чем у карт стандарта SD. На практике конечно может быть что угодно, но теоретически XQD с ее надежностью может дать реальный сбой, в основном только при повреждении разъема. Не забывайте, что у камеры в слоте тоже есть контакты, поэтому шуровать картами туда-сюда вообще плохая идея, хоть их две, хоть десять, хотя есть яростные сторонники считывания с помощью карт-видеров, вот у них как правило карты и летят. Камера может работать от сети через адаптер с таким названием. Рабочая температура от 0 до 40 градусов по Цельсию, но тут что-то не так, так как у меня камера на тестах покрылась инеем при съемке и продолжала снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Вы увидите кадры с крышей Петропавловки. Размеры 13,5х10х7 см соответствуют беззеркалкам с матрицами APS-C. Вес 585 грамм, тоже самое. Есть камеры Micro 4.3, которые весят больше. А теперь давайте посмотрим на то, как она справляется с высокими ISO. Это так называемая Hi-Res камера, то есть мегапикселей много и они относительно, относительно маленькие. Матрица с обратной засветкой BCI и без антимуарового фильтра. То есть сделано все, чтобы появилось зернышко. Не шум, а зернышко. Итак, до ISO 1600 все гладко. Далее при попиксельном рассмотрении видно зерно, которое плавно нарастает до значения 12800. На ISO 12800 начинается деградация цвета и контуров в камерном JPEG. У камеры диапазон ISO заканчивается на значении 25600, далее идет уже расширенное ISO. Но за 25600 я уже не рекомендую залезать, да даже и за 12800, так как начинается сильная деградация цвета и контуров. Ни вручную, ни с RAW, никакими настройками камеры кадр на таком ISO уже нормально не спасти. Тем не менее, можно констатировать, что это довольно-таки сытосильная камера. А ее внутренний стабилизатор, позволяющий отрабатывать длинные выдержки, сильно поднимает возможности съемки с рук при плохом освещении. Кадр в полный размер с тестами ISO можно скачать по ссылке под видео. И это впервые на канале. Все дальнейшие тесты ISO будут выкладываться в сеть в полный размер, поэтому смотрите ссылки в описании. Я постараюсь выложить и тесты на предыдущие обзоры, по крайней мере на актуальные на сегодня камеры. Ищите ссылки в описании. Разумеется, никакие рассказы о камере не дают представления о главном, о картинке. Рисунок, контраст, цветопередача, динамический диапазон, съемка при слабом свете это словами не описать. Хотелось бы сказать, так как я от этого уже устал. Многие почему-то думают, что тестовые кадры где я стараюсь прижать камеру это как раз то как я фотографирую. Но это не совсем так если мягко говоря. Кто хочет посмотреть на эти кадры или другие кадры не попавшие в обзор и прошедшие нормальную человеческую постобработку могут глянуть на 500px вот с таким адресом. Мой аккаунт там интересен прежде всего тем, что всё снято на самые разные камеры, которые бывали в обзорах. Но на нём то, что можно получить с помощью камеры и постобработки, если снимать по-человечески. И не забывайте про инстаграм Майк Топтыгин, там все новости и кадры со ссылками появляются раньше всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова